Мир вам, Игнатий Тихонович. Добрый вечер, брат. Добрый. Добрый. Только вот пришел Владимиру поклон. Мир тебе тоже. Даааааааааааааааа. Это Никита, да? Смотрели. Никита. Ну? Ладно. Никита тут ко мне перешел опять от Сергея. Понятно. Что у вас там сегодня? Была беседа с сектантами? Была. Хочу поблагодарить вас сердечно за молитвы. Я молился. Молился. Точно. Вот. В принципе, интересная беседа. Ребята молодые двое были. Ну, вот из харизматов. Можно сказать, что беседа получилась интересная. К сожалению, время у нас было ограничено, потому что у нас занятия в 6 часов. В общем-то, они заинтересовались и они захотели продолжить. Но я, в общем-то, сразу поставил вопрос. Вопрос. Прямо это 8 глава Деяний. И, собственно, они попросили поговорить о крещении. О крещении Духом, о крещении Годном. И, в общем-то, я сразу это перевел на священство. То есть, почему не крестил апостол Филипп? Вот почему были посады из Иерусалима апостолы Павел и Руан? Ну, и потом я задал вопрос о крещении. Говорю, в смерть ли вы Христову крестились? И попросил их показать, как именно они были крещены в смерть Христова. Они, естественно, показали положение на спину. И здесь, в общем-то, еще один аргумент в пользу того, что Христос все-таки умер на кресте при акте. Ну, будем молиться. Ну, вообще, была интересная реакция, когда они стали искать Библию. А почему действительно Филипп не крестил-то их? Почему? И это было очень интересно наблюдать, когда вот они вдвоем так переглядываются и ставят Библию. Так что я вот потихонечку с вами ваши уроки. И если Бог даст, мы продолжим эти беседы. Ну, здесь, в общем-то, беседа только одна — это свидетельство. Поэтому спорить мы не можем, мы только можем свидетельствовать, опираясь на отцов церкви. Да. Вопрос у меня к вам следующего порядка. Много событий произошло за последние две недели. И ваше молчание, оно вызывает вопросы. Почему вы сохраняете молчание в то время, как ваши обвинители, как ваши хуникулители выпускают новые ролики? Почему я ничего не отвечаю? Да, почему вы храните молчание? Ну, тут надо все на два варианта. Один вариант — если я отвечать буду, значит, будут смотреть за моей интонацией. Как я буду говорить? Буду я шептать или как? Если я не буду отвечать, значит, опять другой. Значит, правду говорят, раз человек молчит. Молчание — знак согласия там и что угодно. Тут другое по-другому. Здесь оба варианта уже пройдены. Главное то, что они ничего нового уже не говорят. Ничего нет. То, что они придумывали, на них сейчас другой обличитель нашелся. Степаненко Максим. Он им там наложил, будь здоров. Но он, видишь, как разделил на две части. В одной части говорит плюс, а в другой как бы минусом тут не захлестнуло все. Там все берет. И болезни мои физические. Ну и вот теперь, чтобы я на это ответил. Я сразу сказал, что я посмотрю, не сразу. Я несколько раз просчитываю. И я нашел, какой лучший вариант. Я думаю, это сделать нужно будет так, под контролем. Сначала, чтобы Андрусенко Александр с ним переговорил. А потом Александр заходит и мне вопросы задает. А потом под вопросы. По любой теме. А если я сам по себе сяду один говорить. Он скажет, вот взял такую сторону, а эту-то ты не осветил. Хотя в вопросе это стояло. Я думаю, это будет правильно. И надо настроить Александра Андрусенко. Ты с ним переписываешься? Нет, с Александром нет. Нет. А с Максимом? Сегодня мне брат Максим сбросил новый материал. Вот статьи. И пока еще не смотрел, не успел на занятия. Он второй поставил. Он четыре части там обо мне. Вторая часть его. Ну как-то, ну ладно тогда, я сам переговорю. Чтобы с ним посоветовался, он построже. То есть серьезно, крепко, обвинения так ставили против меня. Ну, не ложь. А только как он видит в этом. А я бы ему отвечал. А он под вопросы какие-то. Тогда оно будет выглядеть, будет живо. Не то, что мы договорились. Он мне сказал, а я согнулся и все, прости, я виноват там и не знал и прочее. Со мной-то видишь, все их пророчества не сбываются. У меня были пророки, большие и малые рядом стояли. И ни одно пророчество не сбылось. Вот в чем дело-то. Буквально с первого дня. А вот если вы будете так, а вот он будет так-то, там, то видели, что я там помер, то убили. И ничего нигде нет. Все пророки умерли, а я все еще живу. Это интересно. Все, кто пророчествовали, все помирали. Кто как, по какой причине, не знаю. Они не старше. Один старше был меня, другой не старше. Это все перед Богом. И когда он нападает, и я могу говорить, тогда дело другое. А интонацию мою ловить-то не надо. Как это Пугачева, Алла, стала там Жириновским говорить-то. Ну его упрекать, как он говорит. А он ей как всыпал по первое число-то, и она стала кричать хуже его. Он его подпек. Выговорит, под какого правителя не ложились только певички? Тихуша был у нас Сталин. 66 миллионов загнал в гроб. Тихий, когда он говорит, выступает эмоционально. Так он всех разбудит, которые спят депутаты-то. Ну вот, поэтому я не отвечаю. Они начали повторяться. Ну и практически уже заглохли, и туда я даже и не захожу. Там говорят, что-то новое выставляли. Я один раз посмотрел, потратил время. Они чуть не два часа говорят. Ничего нету. Во-первых, неправда. Во-вторых, повторение неправды. Причина только одна. Я вот сегодня зашла одна ко мне. Ты не видел новый ролик? Я не успел посмотреть. Я видел, что он вышел, но не успел посмотреть. А крещение? Да-да-да. Зашла Елена Морозова. Зашла она в личку на моем форуме. И вот этот вопрос задала. Я его как раз озвучил. Я думаю, а что ждать-то, ребята? Давайте быстренько. И она сейчас уже благодарность мне прислала. Я тебе сейчас просчитаю, какая благодарность интересная. Вот. Слушай. Знаешь что? Я сейчас это выделю крупно. Маленько покрупнее это, чтобы видно было. И тогда лучше будет. А то неизвестно еще, какие люди будут. Вот. Она мне написала так. Елена Морозова. Я ее фотографию даже нашел. Она выставила. Мир вам, Игнатий, в скобках неизвестный, огненный Серафим. Это перевод моего слова с греческого и с латинского. Тихонович, в скобках, приносящий счастье. Это слово Тихон переводится. Налтая, в скобках каменная вершина. В переводе с этого, с тюркского, наверное. Чудные дела твои, Господи. Мгновенный отклик на крик души получила от христианина, живущего по святому Евангелию. Это чего-то стоит? У меня интересно, бывшая, близкая, знакомая, которая меня ввела в знакомство с Александром Менем, Муранова Лидия, она в Америке сейчас. Вот. Ну, она когда заходит, а я сразу отвечаю, она каждый раз подчеркивает. Ой-ой-ой. Я, говорит, только задала вопрос, говорит, уже ответ пришел. А я по-другому не знаю. У нас так принято. Они удивляются, а для нас это норма, совершенная норма. Вот сейчас в Белоруссию один зашел. Вот. Даже могу его, тайны-то никакой нет, назвать его. Минская область. Вот. Это Лифанов или Лифанов, не знаю, Александр Георгиевич. Ну, попросил переслать два экземпляра трехтомника к истинному православию там вот. Это Белоруссия. Видишь, как? Вот услышал, все ему известно стало. И вот она пишет. Опишу опыт прохождения ритуала, который называют в храмах МП крещением. Володя, иди, считай. Ты далеко, нет? Вот это отсюда. Начинай считать. Вот отсюда. Для лучшего действия заговоренной воды гадалка посоветовала креститься. Слушай, причина какая? Для лучшего действия заговоренной воды. Впервые, переступив порог храма, заплатила деньги в ожидании действа. Покурила и с трудом дождалась окончания крещения. О, как круто! Так как была жара, шум, крики и очень большое количество народа. Из памяти стерся год, месяц и далее грешная и безбожная жизнь продолжилась. Но была уверена, что рай мной приобретен. Всегда искала смысл в жизни, истину. И через много лет произошла повторная попытка войти в храм. Дальше случилось быть продавцом в церковной лавке, вне ограды церкви. Бежала по собственному желанию. Из лавки, из церковной жизни. Понимаешь, какое выражение-то какое? Из лавки, из церковной жизни. Круто! Очень горько вспоминать 7 марта 2014 года, прочитав книгу об отроке Вячеславе. Нашла ссылку на фильм о вас, дорогой Игнатий Иванович. С этого дня являюсь ежедневным вашим слушателем, зрителем и читателем. С радостью о долготерпении Господа ко мне и появившейся надеждой о спасении души. Так как, благодаря вашим трудам и молитвам о зрителях каналах, имею возможность знать Святое Евангелие, каноны церкви и правильное отношение к жизни. Аминь. Слава Христу. Ну вот, пожалуйста. Ну вот это дай любому священнику. Ну еще он скажет. Вот как я могу отвечать? Я уже один раз ответил. О крещении все сказано. На что они нападают? Все вопросы отвечают. Ничего у них больше нет. Они не вопросы задают, а нападки творят. Думают, что с чем вот этим добьются. А что добьются они? Ну давай, я послушаю вас. Как писали тут. Нападает на меня 15 комиссий. Комиссий, краевых. В течение двух с половиной месяцев. Закрыть лагерь. Возвигли против меня два уголовных дела. Ну и они-то ничего этого не знают. Они не давленные, не жареные. Максим-то ничего этого уже не упоминает просто. Он половину не рассказал, что мог бы рассказать. Это я уже расскажу только. Ну представь себе. Ну и что? Закрыли лагерь? Писали, говорят, а кому от этого легче, что закрыли один лагерь, еще один детский лагерь? Но его не закрыли. Он продолжает действовать. Милиция, ФСБ приехал. Прямо его в ужас был. И ничего не могли сделать. Ничего. Бог воздвиг помощника. У меня близкие отношения были с прокурором края, генерал-лейтенант. Пороскун Юрий Федорович. И все рухнуло. Нигде ничего нет. И вот которые восстают они вот эти, какие там, тоталитарная секта. Мне не надо отвечать. Максим им ответил. Вот это, говорит, тоталитарный волк, говорит, почти полмиллиона зарыл в землю. Работает. Вот, для адептов, чтобы было хорошо. Они на словах гуру играют. Ну, откройте википедию, посмотрите. Гуру, это учитель. Это они его перевернули там, это подсказывает. Это учитель. Да самые главные гуру-то были, это авы в монастырях. Епископ, это главный гуру. Патриарх, это главнейший гуру. Но если по признакам-то смотреть, а разве это плохо? А вот слово гуру, это плохо, а ава, это хорошо. А там вот ава, везде вава. Вот так. Ну, и вот поэтому я и не отвечаю. Совершенно. Во-первых, у меня времени нет. Ну, а второе, я жду, когда, как договорились, вторую часть, которую Максим выставляет. Ну, что я должен делать, чтобы меня не убили? Иначе убьют, если не буду делать то, что мне дальше скажется. Ну, я приму все. Все приму, то есть выслушаю. А уже делать, не делать, это просто... Иначе получается, что тоталитарно меня давят-то, свободы лишают. Вот так. Вопрос очень простой. Я вспоминаю все время про одного мудреца, там, на Востоке. Он на коне едет, а его кто-то остановил и спрашивает его по-своему. Скажите, а, учитель, а сколько ног у коня у вашего? Он сколько? С коня с леса давай считать. Раз, два, три, четыре. Четыре. Да что ты, разве, не знал? Проверить надо. Ты-то ближе к ногам стоишь, и то не знаешь, сколько. А я наверху сижу, я вообще не вижу. Понимаешь, надо еще научиться, как отвечать. Другой спрашивают. А он молчит. Мудрец. Почему же ты не отвечаешь? Он говорит, не знаю. Как? Такой вопрос не знаешь. Нет, говорит, я не знаю, отвечать или не отвечать тебе. Если я тебе отвечу, ты дальше полезешь. А потом беда рядом будет. Ты начнешь власти хулить. Кадия, Кадия будешь затрагивать, это судью. А если я тебе не отвечу, то только одного меня ударишь. Одного меня. Раз ты не ответил, ты обиделся и пошел обану. Понимаешь, когда вот эту всю восточную мудрость-то знаешь, то тут чего-то это стоит. Я иногда привожу, это уже знакомый текст. Были легенды Востока. Григорианц. И он об этом описывает, и там такие встречаются. Вот у нас дятел есть, птица. Он шишки где-то берет, где семена есть. И закладывает, где развилка-то. И потом упрется лапами-то и долбит. И внизу у него кузница дятла. Там куча большой наваленной шишки, опустошенная. Вот, говорит, у них там такая птица есть. Птица хищная. И она, говорит, задают-то. В одном месте их ест, она теребит ее. Я видел, как птицу теребит, ястреб. Съедает, а остатки кости валятся. Но бывает, иногда ничего не поймает. Она возвращается к кузнице, говорит, и берет старые кости. А на них всегда что-то оставалось. Но прежде чем проглотить, она, говорит, примеряет лапой в задний проход. Пройдет она или не пройдет. Если пройдет, тогда глотает. А иначе она в ней не выйдет. Так мои оппоненты, обличители-то, они не примерили меня. Вот в чем дело-то. Они подавятся, если я буду им отвечать на все вопросы. А там отвечать не на что. Ну, хулить или... Я могу маленько что-то ответить? Немножко. Ну, надо ли? Вот. Вот послушай внимательно. Какие места писания я мог бы им ответить? Притча Соломона, 26 глава, 4 стих. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы тебе не сделаться подобным ему. Понятно? Вот. Ты ему будешь отвечать, дальше пойдет дальше больше. Пятый стих говорит. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Как будто бы... Ну, антиномия какая-то здесь. Ничего подобного. Абсолютно точно. Да теперь не отвечай по его глупости. Ответь ему мудро, как есть. А по глупости его не отвечай. И 1 Петра 2, 21-23. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас. Оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. И когда я говорю, что на это еще суд Божий, а вы угрожаете, еще угрожаете, у меня и власти нет наказать. Я определенно только знаю, что без наказания Бог не оставит богохульства эти. Потому что явно видно, что я делаю. Даже Максим теперь все это подбил, там известный мой итог. Ну, меня умерт, видите, и что дальше? Ну, один голос замолк. Им будет легче? Нет, не легче. Ну, легче спасаться будет людям? Не легче. Первое Петра 3, 9. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, и знают, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. У меня рядом братья стоят и знают, каждый день я молюсь за врагов, чтобы Бог благословил их. Чтобы разрушил их замыслы злые. И чтобы на суде Божьем, на суде Божьем, на страшном суде, Бог им не поставил вину эти их хуления. Я молюсь о них. Я понимаю, какие они жалкие эти люди, несчастные. Гоняются за каждым словом. Изыскивают, делают расследование до расследования, до тайной глубины человеческой. Давид это говорил. У меня исследовать нечего. Я уже на сто раз исследован органами, проверенный. За мной грехов-то человеческих таких-то нету, но я-то за собой знаю, что я неправедный. Там сказал не так, тут не той интонации. Иуда 1.9. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом-то, споря о Моисеевом теле, не смел произнести у коризненного суда, но сказал. Да запретить тебе Господь. Да запретить тебе Господь. Вот это вот, надо это помнить. Но приравниваться к этому мы не можем. Во-первых, ангел бесстрастен. А мы страстные человеки. Апостол Павел был страстен. Позвольте. Ну вот я говорю, сейчас я говорю, знаете, спокойно так буду говорить. А вот зашли там двое, они против меня говорили. Ну что с ними делаешь? А теперь я увидел, что они хулят святое крещение таинства. Я возвысил голос и сказал, доколе будете собращать с прямых путей Господних враг всякой правды, сын дьявола. Как это будет рассуждено? Да я сказал, что я объяснусь или что-то? Это слова апостола Павла я сказал. И он говорит, кто бы соблазнялся, за кого я не воспламенялся. Слышали это? Вот. Что значит воспламеняться? Давайте мы посмотрим. Я... У меня подготовки к этому нету, на ходу это слово. Ну вот посмотрим, что слово воспламеняться означает. Исход 22-24. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами. Значит, что? Воспламенился гнев, а это неспокойное состояние. Итак, Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, да не воспламенится, не воспламеняется Господь гнев твой на народ, который ты вывел. Понятно, что когда воспламеняется, значит, это тут уже другая интонация. Ну, воспламеняется, то есть горит, изнутри горит, у него пламень идет. А слово пламень, понимать надо. И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. Число 12-9. Я проверяю, 20 раз говорится это слово, как оно выглядит. Псалом 77-21. Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Якова, и гнев подвигнулся на Израиля. Да-ка, человеку разве возможно это воспламенится? Прочитаем. Сейчас мы увидим. Пророк Иеремия говорит, и ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе. Я отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которую ты не знаешь. Потому что вы воспламенили огонь гнева моего. Он будет гореть вовеки. То есть люди раздражили Бога настолько, что Бог воспламенился. Еще удивляйся, когда я смертный человек, вижу, что человек просто беснуется. Я ему в ответ отвечаю. А какая интонация? Ну, интонация, естественно, не та. Когда я сидел вот с вами, разговаривал. Разговаривал о вещах, которые никого не касаются. И далее 2 Петра. Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Воспламененные, то есть разгоревшиеся. 2 Коринфянам 11, 29. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Значит, говорить о том, что Павел был всегда спокоен и не воспламенялся, и не менял интонацию, это будет неверно. Это определенная щетка. Вот в этом я могу сказать. Да, я никогда не был равнодушен. Интонация у меня как раз такая, какая надо. Я легко отвечу. Была другая интонация, результат был бы другой. Я вижу, когда человек лежит на линии, я его тащу, а другие отталкивают меня, а пояс идет, а он нетрезвый. То у меня какая интонация? Я его тащу, уже не заботюсь о том, что, может быть, рука у него сломается, но он будет живой. Вспомните Николу Чудотворию. Сарий начал там богохульствовать. Он его как шлепнул, говорит-то, гвоздонул его по зубам-то. Ну, так это разве только с ним было? Какие слова говорит Спиридон Тримифунский, мы считаем об этом. Да во всех житиях это есть. А вот это мнимое спокойствие, такое-то важное, оно от безразличия, от сонности. Еще не возгорелся, духом не воспламенился. Я знаю, откуда это идет. Вот. Теперь дальше. Смотри. Притча 17-14. Здесь начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Я ее оставляю. Если то, можно назвать ссоры. Они нападали на меня. Я-то всего лишь в обороне стал. Я не в выгодной позиции нахожусь. Они белыми идут, а я черными. Они нападают на меня. Они несколько ходов вперед взяли. И они, думают, сели на студии. Теперь они говорят, что ты... Они ничего не изменили. Им не до меня. Тут со всех сторон. Уже не ИГ и Л. Игнатий Лапкин. А придет другой ИГИЛ. Уже рядом. Ося 7-16. А они, то есть эти люди, обращались на них к Всевышнему, стали как неверный лук. Падут, отмечая князья их, за дерзость языка своего. Это будет по смеяниям над ними в земле египетской. Еще впереди, что их ожидает за это дерзость? Сирахов, 9-4. Не спорь с человеком дерзким на язык. И не подкладывай дров на огонь его. Вот почему я уже ничего больше отвечать не буду. Я ответил все. Слишком много ответил. Я знаю, сколько нападает на патриарха. И ни разу ни одного ответа нет. А что отвечать-то? Там лавиной на него идет. И сатана, и чего только нету. И педофилом его, и кем только не называют. Вот. И еще на каждое слово, на каждый лай собак отвечать. Сирахов, 10-23. Боятся в городе дерзкого на язык. И ненавият опрометчивого в словах. Они сказали, они будут стирать, все убирать. Если бы архиерей сейчас сказал, вы что говорите-то? Они к утру все до одного ролика уберут, мгновенно. Они трусливые и бестоланные. И как я могу на них гневаться или что? Я говорю, свободно. Меня никто не может заставить убрать. Ну, если только уж что-то чрезвычайное будет, и там закроется вообще весь сервер. 2-я Маковейская, 12-14. Жители, надеясь на крепость стен и запас продовольствия, ну, когда сидели в городе, поступили очень дерзко, злословие бывших Сеуды, богохульствуя и произначая неподобающие речи. И тогда он крикнул в атаку. И город был взят, и все были убиты. А они сидели на стенах. Вот они сидят там, защищенные, что думают, патриархийные они там, отвечать. Ну, а почему они меня нигде не вызовут-то? Из Америки тот стоит, говорит, в Куратовске, а я рядом, со мной они не могут говорить. А так бы сели, они меня желают спасти. Вот, пожалуйста, сделайте, как Максим делает. Вот он пошел этим путем. Заметил положительное, заметил отрицательное. Положительное не все, и отрицательное не все. Я отрицательно еще что-то могу сказать, чего он не знает. А положительное оно и так открыто. Откровением 17.3. И повел меня духи в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненными именами богохульными. О ком это говорят? Все сектанты понимают, что это католическая церковь. Баптисты понимают, что это православная церковь. И что теперь? Ну, доказать надо, легко показать. А дела-то наши подтверждают, что слишком похожи. Слишком похожи. И поэтому оправдываются. Тут Сирахов 14.28. Заговорил богатый, и все замолчали, и провознесли речь его до облаков. Заговорил бедный, и говорят, а это кто такой? Если он споткнется, то совсем не извергнут его. Это про меня. А это они там разбогатели, у них студии есть. А если бы у меня была студия, мог бы я об них говорить? Нет, конечно. Это даже помыслить нельзя. Я говорю о том, что таинства везде искажены. Все до одного таинства извращены. Они не знают бога, они не веют опасности, они не накладывают эпитемию, им об этом надо заботиться. А меня что, сколько ни мне, я остаюсь тот же самый. Что изменилось до этого времени? Ничего. За это время я выставил 150 роликов, а не ни одного. У меня есть что дать. Я переисполнен этой благодатью. Вот почему я не отвечаю. Благодарю. Михаил Юрьевич, я пока сидел и слушал ваш ответ, в очередной раз это поистине какая-то, не какая-то, это в одиночку святых. Ты еще не понял. Подожди, Юрий. Еще. Я тоже не расслышал полностью. Ну-ка, считай, это слова забиваются. Маленько отступись. Подальше. Ну-ка, попробуй. Пока я вас слушал... Да. Это поистине выводимый духом святым. Вот как бывает уже не раз. Я сижу и думаю, следующий вопрос, который я вам задам. Буквально вот на занятиях женщина задала вопрос о том, как различать безразличие, страстность и так далее. Вот я думаю, сейчас вот вы на этот вопрос ответите, и я вам его задам. И вы вот в этом вопросе его ответили. Я сижу, думаю, а вы мне отвечаете. Понимаете как? Это Господь. Это не человек. Это Бог отвечает. Да. Но если можно, еще несколько вопросов. Сегодня... По этой теме я хотел сказать. Вот у нас была девушка, она уехала. Наталья Приходько. Она вышла замуж в Америку. И вот она пишет о своем обращении. Это очень интересно. Она сильно искала, где-то у кришнаитов была, там и у иговейстов, наверное, где она не была только. Ну, пришла в церковь, ее голову помочили, как-то, мокрой ладошкой ее поп задела. Гусев, кажется, что ли фамилия его, отец Алексей. И вот она в дороге едет и слышит две женщины в автобусе, это плотно зажатое-то, и они говорят о Боге, о занятиях. Она, одна когда сошла, она ко второй-то прильнула и говорит, а про что разговаривали? Говорит, а занятия мы едем. А где? В техническом университете. И она пришла, у нее вопросы были. И вот она теперь говорит, когда я вошла в аудиторию, вы на меня взглянули, а в это время один человек с первых парт это встал, ну, пар не парт, а столы, как в университете-то. И она сразу села и прямо передо мной сидит. И я говорил совершенно о другой теме. Вдруг, говорит, перестали говорить, на меня посмотрели и стали отвечать. Вопрос за вопросом в том же самом порядке, в котором у меня были вопросы. А я ничего не знаю, она потом только напишет. Другие там, занудина у нас света была с мужем Юрой. Они говорят, шли, мы уже со всем развелись, больше всего нет. А потом глядим объявление. Говорит, давай зайдем. Зашли, вы точно так, говорит, на нас в дверях глянули и стали говорить о примирении мужа с женой. Я ничего этого не знаю, я только молюсь и за меня очень многие люди молятся. Это Бог делает. Ну что я буду ему доказывать-то? Человек получил благодать, он радуется, сказал, я не стыжусь этого говорить, это не мое. Впрочем, не я, но благодать Божия во мне, я слова Павла повторяю, говорите. Сегодняшние вопросы, которые возникли на занятиях и в частности вот в беседе, потому что они еще живы вот у меня здесь и хотя они может были не в виде вопросов касательно, но тем не менее. Вопрос первый. Как ответить на вопрос? Потому что мы его не коснулись, но он был задан не москользом таким, но я так понимаю к нему придется вернуться. Они говорят, крещение покаяния, крещение во Христа, крещение Духом Святым и крещение огнем. Вот это вот последнее. Как они, как различают и как отвечать на эти вопросы? Крещение Духом Святым понятно, а крещение огнем это одно и то же или нет? Крещение огнем, понимаете, здесь двойное, два варианта, что именно подразумевает. Крещение огнем это испытание. Вот люди говорят, первое сражение где-то получили, говорит, боевое крещение. Но это общелитературное изречение. А огнем горе с испытанием и вот, допустим, Сергей Козлов, его Господь все время испытывает. Крещение огнем. Хотя он лежит, может быть, мокрый. Вот как понимать. Крещение огнем это сошествие Духа Святого. Это как раз Духу Святому относится. Это они уже делят так. Отдельного крещения нет. Это только выражение такое. Но вторая глава 38 сих Деяния апостолов показывает, какой порядок вообще установлен. Но Бог его иногда меняет, как в доме Корнилия. Иначе все уперлись в них. Поэтому то, что должно быть на втором месте, стало на первое место. Крещение Духом, а потом только такое крещение. На что Петр уже опирается в следующей главе. Вот все. Еще один вопрос, который тоже был сказан, между прочим, но я так понимаю, в любом случае придется к нему вернуться. Как правильно на него ответить? О том, что устроять из себя духовные камни это действительно так, но что Бог не живет в храме. Это они любят говорить. Вот как отвечать на этот вопрос? На этот вопрос нужно отвечать так. Книга про Хайса. Открывайте. 57 глава 15 стих. Давай. Исаев 57.15. Ты помнишь, да? Я живу в 8-ти дырще. Так. Так. 57.15. Нашел? Сейчас, Игорь Игорь Игорь. Это один момент. Ну ладно, я считаю тогда. Слушай, время не будем тратить. Володя, подойди, пожалуйста, прочитай. Слушай внимательно, это главное, это ответ. Хорошо. Запиши себе его. Ибо так говорит высокий, превознесенный, вечно живущий, святые имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и так же сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Значит, смысл вот в чем заключается. Господь говорит, я живу на первое, на высоте небес, Отче наш, Сущий на небесах. Сектанты признают. Второе, во святилище. А святилище что такое? Это храм. Святилище называется храм Божий. Ну, везде, говорит, осквернили мое святилище. И так же сокрушенными и смиренными духом. То есть, они признают первое и третье, а второе не признают. А написано не убавляй от слов его. Не убавляй. Об этом написано в нескольких местах. И в Таразаконе написано там четвертая глава, не прибавляя к словам его. Это притча Соломона, тридцатая глава, пятый, шестой стих. Вот и все. Я живу, я живу. Вам не надо Господа изгонять. Он высокий, превознесенный, вечный, живущий. Вчера, сегодня, во веки тот же. А Господь что сказал? Клянущийся жертвенником клянется и храмом. И живущим в нем. Храмом и живущим в нем. Господь не сказал, что он не живет в храме-то. А как же написано, говорит, Бог не в рукотворенных храмах живет? Слушай внимательно. Он не в рукотворенных означает не только в рукотворенных. Он не сказал, что в рукотворенных храмах не живет. Предложение-то по-другому переведено. Если бы он сказал, в рукотворенных храмах не живет, тогда бы было так, но это не так. Он не в рукотворенных, то есть не только в рукотворенных, а он живет и в нерукотворенных, в сердцах людей. И на высоте небес. На высоте небес согласно, во святилище не согласно. Ну, хорошо. Допустим. Не согласно. Давайте мы посмотрим. Слово «святилище». Вот. Хорошо. 141 раз. Прибавляем. Не канонически. 141 и плюс 46. Сколько будет? 187. Запиши себе. Светилище его запустило. Первая Маковейская. 1.39. Как пустыня. Ну и далее. Все говорится. То есть святилищем называется не что-то, а храм Божий. Смотрим в канонических книгах. Вот и говорит исход. Ну, я даже все эти места буду говорить, их не пересчитаешь. Взяли не от Моисея все приношения на потребности святилища. То есть у них тогда было где-то. Считаем дальше. Вот. Еще несколько мест более позднего периода. Плач Еремея 4.1. Как потускло золото, изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам. О чем говорит? Дальше. Ну, это Плач Еремея. Он говорит о святилище. Здесь даже можно посчитать сколько. Раз, два, три. Это каноническая книга. Четыре. Раз, два, три. За то, что ты осквернил святилище. Говорит язык Иль. То есть мы дойдем до самого последнего упоминания о святилище. Сейчас я гляну. Вот где. К евреям. Так как... 13.11. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха, вносятся первосвященникам в освятилище, сжигается вне стана. К евреям апостол Павел повторяет это слово святилище. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь раз. Как они могут отвергать? И прямо так пишет. 1 Коринфян 9.13. Разве не знаете, что священодействующий питается от святилища? Что служащие жертвеннику берут доли. Так и не только это, он в других деяниях. И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение и так далее. То есть святилище – это самое святое место, где находится. Сектанты его выбросили. Теперь спроси их, почему вы это сделали? И никуда. Они приводят другое место. Скажи, не надо. Давайте до конца разберем. Бегать не надо друг за другом. Скажите, почему вы святилище Господне презираете? Так а мы в Новом Завете? Прекрасно. Вот я узнал, что, оказывается, Новый Завет, скажи, есть. Так маленько поиронизируй. А скажите, а вы знаете, где наступило изменение Ветхого в Новый Завет? Ну, когда церковь образована. А где она образована? В Сионской горнице. Деяния апостолов. Деяния апостолов. Я сейчас открываю вам. Деяния апостолов, вторая глава. Вот она. Вот, смотри, когда они были. А теперь третья. После Духа Святого, когда Дух Святой, потому что уже в третьей главе Петр и Иоанн шли вместе в храм. Сейчас в молитве 9. То есть шли во святилище. И апостол Павел в храме его нашли. И далее. Ну, что на этом можно сказать? Это совершенно вот свое. Им надо выдавить. И они на этом стоят. Скажем, у нас беседа не получится. Я разговариваю с теми, кто рожден свыше. Кто имеет крещение Духа Святого, а не беса. Не от демона, который мозги спудрил вам. Ты сурово поговоришь, чтобы они это увидели. И дальше, когда говорят, скажи, вы на иных языках говорите, да. Ну, а проверить как-то можно или нельзя? Ну, лопочет, ну, а может быть и от Духа. Написано, Духи пророческие повинуются пророкам. Ваш Дух повинуется вам или нет? И дальше. Если нет толкователя, молчи. Из-за всего богослужения можно говорить только двоим или троим. И то поврось. Вот эти места, запомните. Они все нарушают до одного места. Они, во-первых, не могут остановиться. И, в-третьих, горгочат, как гуси на заколение идущие. Вот и все. Песятники и прочее. Это полная одержимость бесовская. И у них интересно. Ну, у православных это мастерщина пьянка. А у них самый главный грех – это блуд. У них страшное блудодействие везде идет. И они ничего не могут сделать. Вот штука какая. Это как будто бы, ну, просто показывается, какой дух в них. Ну, это можно им не говорить. А то уцепятся, скажут, что вас тоже хватает. Ну, это да. Благодарю, Сергей Шлегдарик Николаевич. Ну, и тогда еще один вопрос. Давай. Еще один вопрос из актуальных. Тут два дня жена, как-то вот она так озадачила себе. Вот вера без дел мертва. Он говорит, вот что я должна делать? Вот я же верю, вот что я должна делать? В городе что? Ведь вера без дел мертва написано. А что я должна делать? Что должна делать? Ну, что положено тебе? Почти, но положено. Понимаете? Вот дело Божие. Дело Божие какое? Ты знаешь, какое дело Божие? Ну, вера и дело – это разница или нет? А? Да. Слушай внимательно, запиши. Евангелие от Яна 6,29. Это одно только место в Библии. Говорит. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы верули в того, кого Он послал. Вот дело. А мы говорим, вера без дел мертва. Так что, вера без веры мертва? Потрясающе. В ответ, вот дело Божие, дело, дело Божие. Не человеческое. Вот главный корень там в чем-то. Чтобы вы верули в того, кого Он послал. Это, когда веришь, это дело в высшем напряжении идет. Потому что, как это верить? Вот мусульмане не верят, что Он умер. У них и никаких дел таких не может быть. Ну, а дальше какие дела написано? Заповеди знаешь? Знаешь, чти, помогай, милостью не подавай. В первую очередь, то, что на суде Бог спросит. Яна Златоустца спрашивали, говорит, вот деньги у меня появились, что лучше? В храме там колокол покупать хотят или там крест ставить? А тут бедный живет. Что мне? Куда деньги определить? Он говорит, делай то, что на суде Божьем спросится. Про храм тебя не спросят. А спросят вот этот храм живой, в котором Дух Святой Господь не сказал в ваших церквах, приду к вам и вселюсь в них. И буду обитать им. Обитать в них. Придет и вселится, как было во времена Соломона, когда слава несороненного Бога в виде облака наполнила храм, и священники не могли стоять. То есть это особое место присутствия Божия. Сегодня мы думаем так, но так ли это? Бог его знает. Свидетельств об этом нет. Почему и говорили святые? Говорится о том, что вера Христова не иссякнет до пришествия Христова, но нигде в пророчествах нет, что вера в России сохранится. Вот этого нет. Поэтому добавлять ничего не надо. Мы просто будем скорбеть и учиться соболезновать. Плачьте с плачущими. И радуйтесь с радующимися. Аминь. Она с утра до вечера будет знать, что... Она в первую очередь должна заботиться о своей душе, вовремя вставать. Муж когда встает, обед должен быть готовый уже. Но мы рано встаем, поэтому готовить не надо. До завтрака наши ребята готовят. Но вот это вот должно быть. Впрочем, спасется через щадородие. Если репродуктивный возраст. Ни о чем другом нельзя думать. Сколько есть, столько будет. Это для женщины главное. Это для нее самое наиглавнейшее воспитание детей. Держать дом. А остальное, что муж разрешит. Полное послушание. Пока ты Аминь не поставишь в конце ее письма родителям, она не имеет права его отправить. Самое страшное для мужчины стать подкаблучником. Пропал. Это да. Да. Брат Максим Степаненко хорошо об этом говорит. Да, Максим... Это для него прямо такой конек, так сказать. У него и проповеди такие на эту тему. Это видно, что знает эту тему. Я знаю, что женщина злая горше смерти. Это нашел премудрый. А я нашел еще больше. Еще горше. Это когда мужчина подкаблучник и усваивает характер женщины. У него еще и сила есть, он еще страшнее делается. Поэтому Исидор Пелосиот говорит, что женщина более привязана к мужу, если он строго относится к ней. Более привязана. Она понимает, что это защита, это стена. Вот так. Ну, сегодня такой благословенный день, много всего. У меня вопросов на сегодня все нет. Все. Благодарю. Заходи еще, когда будет возможность. С Богом. Обязательно. Аллилуйя. А сектантам предложь встретиться. Или на отца Геннадия Фаста выведи. Он это хорошо знает. Это да. Он испытал сам. Ну, все, тогда. С Богом. С Богом. Слава Христу, Боже. Давай-ка. Слава Христу, Боже.